13 октября в Музее-заповеднике Старая Радога прошло открытие сразу двух выставок из коллекции Новгородского музея-заповедника. До начала мероприятия к сотрудникам обратилась директор Людмила Губчевская, которая отметила заслуги коллектива и вручила грамоты некоторым своим коллегам. После награждения заместитель директора по научной работе Алена Залогина, кратко рассказала гостям об экспозициях. На одной из них «Волшебных снов очарования» представлены изделия из фарфора и графика Марины Виссарионовны Андреевой, талантливого мастера, умеющего работать и с формой, и с росписью. В фондах Новгородского музея-заповедника собрана большая коллекция авторских произведений Марины Андреевой. На выставке «Волшебных снов очарования» представлено 16 произведений художественного фарфора, 52 предмета, созданных мастером на заводе «Возрождение», работавшим в Новгородской области в селе Бронница, и 6 графических работ, написанных автором с 1995 по 1999 год. Это авторская выставка, это авторский фарфор, и его росписью занималась художница Марина Андреева. Она родилась в Перми и после учебы была направлена на один из фарфоровых заводов Великого Новгорода, где и нашла свое призвание именно в расписывании сервизов и впоследствии уже в мелкой декоративной пластике. Как раз здесь на выставке представлены часть ее работы, это в виде тарелок, различных блюдец, чайников, ну и в том числе мелкая пластика, это балеринки, танцовщицы, и вообще в принципе строгие формы самих сервизов, они ограничивали отчасти ее полет фантазии, поэтому последние годы она больше любила работать именно с мелкой пластикой, где запечатлены живые движения, мимолетность. Но в 90-м году после закрытия фарфорового завода очень сложно было находить материалы для работы, так называемое белье, то есть предметы без росписи, но художница не отчаялась и нашла именно отражение своего творчества в новом направлении искусства, это графика. В этой технике она работала вплоть до начала 2000-х годов, и эти произведения искусства тоже представлены на данной выставке. В двух других выставочных залах дома купца Калязина можно познакомиться с выставкой «Песни и сказки в русской народной картинке» из коллекции того же Новгородского музея-заповедника. Работы, представленные на выставке, выполнены в технике лубок. Это особый вид искусства, особая система создания образа, которая не зависит от сюжета, от образа и даже от эпохи, а состоит в переводе того или иного контента с одного художественного языка на другой. На выставке лубок представлен фольклорно-песенной тематикой, получившей развитие ко второй половине 19-го столетия. Народная картинка, представленная в экспозиции, необыкновенно разнообразна. Самый обширный раздел – религиозный. На втором месте – листы исторические. Далее по количеству следуют изображения различных диковинок, пожаров, покушений. Появление нового жанра картинок с текстами народных лирических песен и стихов вызывают дополнительный интерес к примитивному виду искусства, пытающемуся говорить простонародным языком, делая его доступным и понятным. На меня она произвела большое впечатление. Я думаю, что каждому человеку, который интересуется искусством, который любит старину, который любит нашу Русь, надо бы это все посмотреть, потому что это замечательно, здорово. Очень хорошо ложится на нашу культуру, на наше сердце, на наше восприятие. Я не художник, я не могу говорить о достоинствах вот этой всей выставки, но чисто эмоционально она производит очень большое впечатление, по крайней мере, вот на меня. И я хочу, чтобы приехали все те, кто хочет увидеть и познакомиться, не пожалеют, честное слово. Посмотреть и вдохновиться музейными экспозициями волшебных снов очарования авторы Марины Андреевой и выставкой песни и сказки в русской народной картинке можно в музее-заповеднике Старая Ладога до 10 декабря текущего года.